Сегодня Франция своими действиями ведет явную антиазербайджанскую политику. Успехи Азербайджана во время Второй Карабахской войны и недавние события, пособствующие полному восстановлению суверенитета республики, видимо, мешают жить некоторым проармянским кругам, в основе которых лежат антитурецкие настроения. Франция уже в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, уже не маскируясь никакими другими факторами. Это попытки принятия резолюции о дальнейшем и санкций против Азербайджана на площадке Совета Безопасности ООН. По-моему, как минимум пять раз такие попытки предпринимались, и пять раз они увенчались полным фиаско, потому что нас поддержало много стран, и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтобы принять эту резолюцию. Существует определенное предвзятое отношение к Азербайджану и Турции со стороны политиков во Франции. Об этом сказал международный эксперт Метеобрайза, подчеркнув, что президент Эммануэль Макрон достаточно давно придерживается антитурецкой политики. По-моему, это особенная политика Макрона, и есть другие политики тоже, которые, конечно, они под влиянием армянской общины там. Напомню, как 10 ноября 2020 года, вот тот же самый день, когда президент Алиев подписал заявление с премьером Пашиняном и с президентом Путиным, чтобы закончить вот эту вторую Карабахскую войну. И тогда же министр иностранных дел Франции, он тоже заявил о том, что Азербайджан совершенно виноват за эту войну, и мы, Франция, поддерживаем Армению. Тщетные усилия французских властей только подчеркивают независимость и силу Азербайджана, а также справедливость его позиции в решении внутренних и внешних вопросов. Я думаю, не менее сильный удар был то, что Европейский Союз не пошел у них на поводу, хотя руководитель дипломатии Евросоюза, к сожалению, в общем-то, оказывается, что был в числе подпевал политики Франции против Азербайджана, но в целом страны Евросоюза не смогли согласовать единую позицию по Азербайджану, а Франция именно настаивала на санкциях и так далее. После того, как Азербайджан обнаружил у себя шпионскую сеть Франции, в связи с чем объявил двух дипломатов этого государства персонами нон-гранта, Франция без всяких обоснований в ответ на это решила поступить аналогичным образом. Естественно, на этом она не останавливалась. Политика Франции по отношению к нашему региону никогда не основывалась на принципах демократии и международного права. В основании этих отношений всегда были неоимпериалистические интересы Франции, и она продвигала их в нашем регионе с помощью Армении. И поэтому общество и различные институты этого государства должны более глубоко проанализировать бездарную политику Макрона. Страна, которая считает себя центром культурного вдохновения, колыбелью демократии и свободы, сама же является оккупантом десяток стран Африки, Юго-Восточной Азии и других стран, чьи многочисленные злодеяния не должны оставаться безнаказанными, требуя ответственности и справедливости. Мы не та страна, которая только защищается и оправдывается. Мы предприняли и будем предпринимать адекватные действия, тем более, что поводов для того, чтобы весь мир вспомнил о злодеяниях французского империализма в колониальных странах предостаточно. Наша страна является главным партнёром Евросоюза на Южном Кавказе, что также играет значимую роль и для Франции. Однако по разным причинам политика этого государства в отношении Азербайджана подвергается существенным изменениям, отметил эксперт Васив Гусейнов. В первую очередь здесь необходимо отметить роль армянской диаспоры, которая влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. И, к сожалению, некоторые дипломаты Франции жертвуют интересами своего государства в пользу различных социальных и политических группировок. Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан всегда будет бороться с агрессивной политикой Франции и всегда будет рядом с теми государствами, которые пострадали от её рук. Азербайджан продолжает укреплять свой статус успешно развивающегося государства. Как отмечал президент Ильхам Алиев, сегодня Европейская комиссия называет страну надёжным партнёром. А Энергетическая комиссия Евросоюза определила Азербайджан, как общеевропейского поставщика газа. Ещё одним наглядным примером может служить проведение КОП-29 в этом году, что ещё раз подчёркивает авторитет и важность республики в мировой арене. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова